Сегодня поговорим о семи вещах, которые нужно сделать после инсульта. После инсульта у вас появляется гипоксия. В мозге появляется сгусток крови, из-за которого начинают отмирать нейроны, и тканям мозга наносится ущерб. Уменьшается снабжение этих тканей кислородом. Ткани мозга очень чувствительны к кислороду. Без кислорода им не выжить. На головной мозг приходится лишь 2% тканей во всём теле, но он использует 20% всего кислорода. Кислород нужен, чтобы мозг продолжал работать. Что делать после инсульта? Чтобы ответить на это, нужно задать другой вопрос. Как увеличить приток кислорода в мозг? Самой важной вещью, которую я посоветую, и которую нужно сделать как можно скорее, будет гиперборическая оксидинация. При этой терапии собирают чистый кислород, чистый где-то на 99,5%, и пускают его под давлением, чтобы он распространился по лёгким, пошёл в кровь, а затем в мозг. Это может помочь вам справиться с последствиями инсульта. Это нужно делать первым. Дальше — кетоны. Чем же кетоны полезны для мозга? Они дают больше кислорода. Глюкоза не даёт столько кислорода, сколько кетоны. Кетоны — это прекрасный источник альтернативного топлива, особенно для повреждённого мозга. Где же их достать? Можно приобрести экзогенные кетоны в качестве добавок. Они называются кетонные соли. Их нужно принимать на протяжении дня. Тогда, даже если человек питается по-прежнему, чего мы не рекомендуем, и у него высокий уровень сахара в крови, в ней всё же есть кетоны, потому что он принял экзогенные кетоны, и мозг использует именно их вместо глюкозы. Масло МСТ тоже может обеспечить вас кетонами. Низкоуглеводная диета может обеспечить вас кетонами. Интервальное голодание может резко поднять количество кетонов. Поэтому всё это очень важно, если вы перенесли инсульт. Хуже всего будет, если вы вернётесь к стандартному рациону и перекусам. Это будет хуже всего. Также очень важна ДХА. Это омега-3 жирная кислота. И она нужна мозгу. Это часть его структуры. Было замечено, что она помогает повреждённому мозгу. Поэтому я бы порекомендовал приличную дозу. Мозгу также может помочь витамин Д. Ещё с кислородом вам сильно помогут усердные тренировки. И я определённо рекомендую долгие прогулки. Минимум стресса и много кислорода. Это очень важно. Ещё вам стоит задуматься о вещи под названием острая прерывистая гипоксия. Это интересно, потому что это, по сути, введение в состояние гипоксии на очень короткое время и попеременное повышение и снижение кислорода. Каждый раз, когда у организма ненадолго забирают кислород, а потом возвращают, это вызывает гарметический эффект. Он стимулирует определённые гены, которые увеличивают рост тканей мозга. Ключевое слово в этом термине — прерывистое. Не постоянное состояние, когда вам не хватает кислорода, а прерывистое. Есть определённый тип людей, которые тренируются в условиях гипоксии, например, в горах. Они могут улучшить кровообращение и поднять выносливость. Есть интересные данные о том, как прерывистая гипоксия влияет на перенёсших инсульт. Я оставлю ссылку. И последнее — полный комплекс витамина С. Обычно продают искусственный витамин С, и это лишь часть полного комплекса. В то время как полный комплекс витамина С со всеми его составляющими может помочь укрепить кровеносные сосуды, чтобы предотвратить дальнейшие инсульты, особенно когда вы имеете дело с аневризмами и слабостью самих сосудов. На этом мой рассказ о том, что нужно делать человеку после инсульта, подошёл к концу. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok